Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого кулона с морозным узором. Начнем. Для работы нам понадобится полимерная глина трех цветов. Игла, лезвие, скальпель, дотсы разного диаметра, скалка, две формочки круга разного размера, щетка, акриловая краска белая и синяя. В полимерную глину гранитного цвета добавляем немного синего и раскатываем пласт на максимальной толщине паста машины. Лезвием задаем приблизительную форму. Формочкой меньшего диаметра вырезаем два кружочка. Белую полимерную глину раскатываем в пласт такой же толщины и вырезаем два кружочка. Вставляем их в заготовку. Также поступаем и с кружочком побольше. В нем сделаем отверстие и вставим туда кружок гранитно-синего цвета. Продолжение следует... Раскатываем полимерную глину в тонкий пласт и кладем на него нашу заготовку. Прикатываем скалочкой, чтобы все хорошо скрепилось. Сильно надавливать не нужно, чтобы не повредить рисунок. Лезвием убираем все лишнее. Иголочкой. Рисуем стебелек у будущих цветочков, лепестки и листочек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Круг побольше текстурируем. На свое усмотрение я продавила прожилки и в центр каждого цветка поместила по шарику другого цвета. Продолжение следует... Продолжение следует... Текстурируем заготовку щеткой и дотсами разного размера. Продолжение следует... Запекать будем на выпуклой поверхности при температуре 110 градусов в течение 25 минут. Когда заготовка остыла, тонируем ее краской. Смешиваем белую и капельку синего акрила. Хорошенько прокрашиваем кулон. Излишки краски убираем влажными салфетками. Продолжение следует... Продолжение следует... После этого я присоединила фурнитуру и готова. Вот что у меня получилось в итоге. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков! Пока-пока!